В честь первой годовщины президентства офис Зеленского выпустил целый фильм. Почти час глава Украины отчитывается о проделанной работе. Отдельно Зеленский вспомнил и о парижской встрече президентов в нормандском формате. Проверить, какие из парижских договоренностей президентов Путина и Зеленского были выполнены, довольно просто. Ведь весь список задач после окончания саммита опубликовали в итоговом документе. Вот как он выглядит. Текст небольшой, всего две страницы, но с четко прописанными пунктами. К примеру, под первым номером здесь указано полное прекращение огня до конца 2019 года. Но ни в 2019, ни в 2020 стрелять на Донбассе не перестали. В апреле, во время своей последней поездки на передовую, президент Зеленский заявил, обстрелов стало меньше. Но и эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщили журналисты проекта Бигусинфо, которые проанализировали данные штаба ООС. Согласно ежедневным отчетам военных, в марте 2019 на Донбассе зафиксировали 214 случаев нарушения режима тишины. В этом году на 80 случаев больше. За первых 10 дней апреля прошлого года боевики 112 раз обстреляли позиции ВСУ. В этом году они открывали огонь 131 раз. Штаб ООС говорит о сближении огня, специальная монетаринговая миссия говорит о сближении огня по украинских позициях. Зеленский говорит о сближении огня. Также на саммите лидеры договорились об обмене по принципу «всех на всех». С того момента было два таких обмена. В результате из пены группировок ЛДНР вернулись 96 человек. Но украинская сторона уже заявила, что в списке на обмен еще как минимум 200 имен. Представники незаконно-збройных формуваний могут затримовать будь-якого жителя оккупированных территорий несколько раз. А соответственно, если конфликт продолжает и будет продолжать дальше, то обмен всех на всех – это бесконечный процесс. По наблюдениям Катриченко, все чаще на обмен попадают люди, которые не имеют никакого отношения к войне на Донбассе. В то время, как, например, военные остаются в плену. Люди, которые были затриманы або за криминальность, або ранее были боевиками и упали в немилість до так называемой влады. Там было, как минимум, двое людей, про которых мало информации, но мы знаем, что они сидели в колонии для правоохранителей, и одна точно працювала в 2015 году в Дохочаевске, в полиции, в милиции, в лаборатории. Знаете, я радую каждого разу, когда мы повертаем, честно говоря, и наших войсковых, и героев, и полиции, и обычных граждан в Украине. Потому что для нас обычные граждане – они такие же самые герои, потому что они были за гратами. На Нормандском саммите составили целый план действий, что в первую очередь надо сделать в зоне боевых действий. Прописали сразу несколько пунктов, но практически ни один из них полностью не выполнили. Було погоджено, что має бути складено план открытия новых пунктов пропуску гуманитарных. Цего тоже не произошло, жодного погоджения не было. План разминувания территории тоже был визначен как невыдкладный захист, и тоже немае до сих этого плану. И погодженных дилян для нового разведения силы войск также немае. Все эти вещи, включая до сих пор проблемы и даже ускладения с работой СММОБСЄ на оккупированной территории, все это заперечивает любые попытки представить, что прогресс после Парижского саммита есть. Почему же результаты такой долгожданной встречи президентов Зеленского и Путина пока принесли довольно скромные результаты? Если мы вернемся к ситуации в Париже и всю ее беспристрастно сейчас посмотрим, можно понимать, что происходило после этого, мы четко скажем, это было фиаско. Почему я не скажу, что фиаско Владимира Зеленского? Нет. Это было фиаско самой идеи, что можно договориться с Путиным. Это была просто дипломатическая протокольная рутина, которая была призвана скрыть отсутствие реального фундамента для договоренности между сторонами. Это не ново. Фактически с момента создания нормандского формата так происходит. По одной простой причине. Путин не собирается ни с кем договариваться. У него есть четкая цель. Это демонтаж украинской государственности. В декабре Меркель, Макрон, Путин и Зеленский договорились о том, что следующая встреча должна состояться через 4 месяца. Этот дедлайн уже провален. И дело тут вовсе не в пандемии коронавируса, которая на некоторое время сделала невозможным проведение больших саммитов. По заявлениям из Кремля, из-за того, что нет прогресса в выполнении еще парижских договоренностей, даже приблизительную дату следующего саммита пока не утвердили. И они будут максимально тиснути через переговорный канал Ермака и Козака на украинскую сторону, для того, чтобы Украина погодилася на российский сценарий регулирования конфликту. А это, нагадаю, сначала политические пункты, потом безопасность. Несмотря на все это, в фильме, приуроченном годовщине правления, Зеленский говорит, до конца президентского срока сможет закончить войну на Донбассе. Если переговорный процесс не даст результата до конца года, Зеленский обещает поменять тактику, но как именно, пока не говорит. Субтитры создавал DimaTorzok